Слава Украине! Приветствую от Полонского! Украину все забыли, никто не хочет помогать. Но давайте разберемся на двух таких вот примерах. Первое это Швеция. Шведский парламент утвердил помощь Украине. На этот год, на 24, 25, 26, на 3 года, в районе 70... Кот не даст соврать, да? Вот это ж кто на канале давно знает, что кот подтверждает всегда. В районе 75 миллиардов крон, что составляет 6 миллиардов 450 миллионов евро. Да, это значительная сумма. То есть Швеция ежегодно будет помогать, грубо говоря, на 2 миллиарда 150 миллионов евро Украине. Каждый год. 24, 25, 26 год. Это большая сумма. Может быть использована как на закупку вооружения, так и на оборонное оборудование, поддержка закупки какой-либо продукции. То есть вот так. То есть только от одной небольшой Швеции вот такая вот огромная помощь. Кстати, очень большая помощь также идет от Дании, от Норвегии, Финляндии и других стран скандинавских. Да, это один момент. И еще один момент по поводу помощи уже именно в этом году. И это касается G7. Они утвердили передачу Украине пока что процентов от арестованных российских вкладов. В этом году первая передача пойдет уже в июле, то есть через месяц. Сумма будет в районе 2 миллиарда 800-3 миллиарда евро каждый год. То есть вот столько, сколько. Пока что, ну скажем так, пока что вот решение есть следующее. Проценты. Значит, пока эти деньги находятся в западных банках, и их там юзают, и само собой разумеется получают с них прибыль, то вся прибыль, банки получают прибыль, в которых они лежат, то вся прибыль идет в Украину. Я, кстати, хочу спросить, и так будет каждый год. Это пока их, либо Россия с нами не расплатится, либо эти все деньги не конфискуют опять-таки в пользу Украины. Я хочу спросить, кстати, расистов на вот эту тему. Вам ничего не жмут? Ваш Путин, который кричал, что он воюет тут с англосаксами, страшно воюет и страшно с ними, так сказать, в контрах. И вы все воюете с НАТО. На деньги он почему-то увез в страну НАТО, а проценты от этих денег получает Украина, уже вот в июле месяца мы их, как говорится, получим. Вот логику в действиях вашего Путина вы можете найти? Или там ничего не надо искать? Там одно содержимое чемоданчика в голове. Продолжение следует...